Если вы оказались в Турции и вам хочется попялиться на разные диковины, то вот египетский базар. Пойдемте посмотрим, чем торгуют на этом базаре, знаменитом базаре в Турции. Я слышала, что сюда приходят все туристы и гости города, которые приезжают посетить Стамбул. Здесь можно купить что угодно от Атаху. Охранник глючит. Полно-полно золота. На любой вкус и кошелек. Для любителей браслетов, сережек, каких хочешь. Даже вон царские холье. Можно обвешать всю руку и всю шею. Лишь бы были ваши деньги. Ну, я не очень люблю украшения, поэтому это не по мне. Однако, Вовина Маман тут зависала. Так, что здесь? Здесь специи и всякие сладости. Аплодисменты. Да. Те-шкюр. Ангелия говорить? Туркеш. Ангелия говорить? Меня понимаешь. Да? Да. Мы все есть, шоколад, туркесло, ойл, и это хрустный. Хрустный, это натуральный. Ты хочешь посмотреть на это? Ты хочешь пить чай? Помегану, апельс? Чай? Да, чай. Да. Чай, чай. Сейчас мы будем пить чай. Ммм, чай им угощают тут везде. Спасибо. Очень вкусно. И это тоже есть любовь. Ты можешь смыть. Точно пахнет. И это для спрятания и депрессии. Ты можешь смыть. Релакс. 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 И детокс. Детокс. Очень вкусно. А сладко. Это пирам султан. Ты знаешь? Это вкусно. Очень вкусно. А кто? С观. Мамго. 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 Релакс. Редроц, и также вентер, и помегранат аппель. Это разный помегранат, потому что это натуральный, и также это натуральный. Но это разный, потому что внутри стивия, ты знаешь стивия? Стивия из-за цвета, это для сухаря. Например, это польгарант, польгарант и пикерос. Для ванчило, можно взять 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм, возможно. Здесь можно пробовать что угодно, они тебя зазывают и начинают кормить и поить. Здесь, кстати, можно купить натуральные мыла, даже косметику можно купить, лампы, покажи какие красивые лампы. Золотые магазины зайдешь и тебя оттуда не выпускают, будут намерять на тебя все, что тебе понравится. Можно купить на молотый кофе, здесь все очень красиво и интересно. Но не тряситесь в их местах, все это можно купить значительно дешевле. Так что я рекомендовал бы этот египетский базар в качестве такого приключения, где можно развлечь свой глаз и полюбоваться на дикое. А еще местные торговцы развлекут своими рассказами о своих товарах. Орехи, сладости, красиво все уложено. Очень шумно. Очень. Турки для варки кофе. Местные сюда за пакутами не ходят. Народу везде очень много. Все что-то покупают. В основном гости города идут по знаменитым местам. Вот это одно из них. Очень яркие стенды, очень яркие лапки. Базар, на самом деле, не очень большого размера, как по мне. Но очень интересно. Колбасный отдел, молочные продукты, сыры, мед, даже сотый есть. Колбасы все только из говядины. Пахнут они вкусно, но я бы не назвала их вкусными. Но это на мой вкус. Выглядит все очень красиво и пахнет замечательно. А это что? Смотри, какой интересный сыр. Волосатый. Сыры, кстати, тут достаточно разнообразные. И можно найти весьма вкусный сыр по доступной цене. Всякие тарелочки в турецком стиле. Упакованные специи для подарков. Это, кстати, неплохой подарок, если вы не знаете, что купить. Ммм. 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 Очень оригинальный. И главное, что он на глаз. Он очень красивый. Ммм. 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 У нас еще есть налево проход. Ммм. Так. Это что? Шашки? Нарды. А, нарды. Я уж забыла, что хотя в детстве играла. А вот есть шахматы. ими вот эти вот сухие штуки повсюду они висят это типа сушеные разные баклажаны перчики они повсюду развешены мы понятия не имеем как их использоваться специи в курсе очень ароматные имеют яркие вкусы в каждом продуктовом магазине можно найти отдел со специями я бы не сказала что они как-то отличаются от того что представлены на этом туристическом рынке здесь все будет значительно дороже я назвала бы это время больше развлекательным нежели покупатель однако некоторые все-таки сладости можно найти только тут можно купить косметику для лица и тела все яркое цветное каждой лавке очень много торговцев казалось бы такая маленькие маленькие лавочки а торговцев по несколько человек это обусловлено тем что в Азии вообще в целом государство старается искусственно разбивать рабочие места и обеспечить как можно больше людей работой у каждого спектр обязанностей не приходится работать для себя из-за того парня это принято в странах и санге каждый занимается своим делом кто-то зазывает кто-то дает пробовать кто-то заказ а это лавка разных турецких кладков так как в Турции много женщин обматываются платками в соответствии своей религии здесь большой очень выбор разных платков можно увидеть с балкона как многие сушат свой ассортимент дома на любой вкус и размер, ткани, цвета а это стресс-подушки приуны а нет, это не стресс-подушки это просто мягкие подушечки вот это натуральные мыла запах потрясающий они даже на ощупь чувствуются, что они натуральные смотрите, какое интересное мыло жасмин офигенно пахнет вот грейдсит ой, я лаванду хочу поднимать потрясающий запах такое мыло стоит, вот, 50 лир вот здесь вот многие аромамасла тоже продают царские наряды вместе со сладостью в некоторых лавках вот написано даже по-русски иногда можно встретить русского консультанта который облегчит вам задачу с выбором есть также пахлава развесная а есть вот в таких вот упаковках на подарок, если вы везете кому-то сладости уже запакованы но, по вкусу, они отличаются в общем, товар у всех приблизительно один цены тоже в целом приблизительно одни держатся вот с вами тут и по-русски поговорят сушеные фрукты манго, бананы ананасы, клубника, кокос папайя кофейные чашечки вот такие красивые сервизы розовые такие из таких и есть и страшные аааа ааа 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 кстати на турецком чашка будет бардак чуть-чуть бардак в больших чашек они не пьют ни чай, ни кофе поэтому в основном здесь продаются только маленькие чашечки большие обычно продаются такие клапки типа, знаете, как китайское баракло аромат на всем базаре стоит обалденный кстати, вот эти тапочки в турецком стиле сколько они тут стоят? 100 лир написано 100 лир а мне на рынке продали их за 75 за то, что я такая красивая мне сказали так что скидку можно тоже получить главное улыбайтесь вау, какие шахматы это шахматы такие? очень красивые очень красивые тоже прекрасный сувитет хотя цена нехилая 2000 лир 2000 лир поменьше 750 лир а вот эти вот с солдатиками вообще 2 350 лир ну, кстати, набор покажи набор ложечек тоже мне кажется неплохо на подарок сувенир 50 лир всего стоит вот набор ложечек а вот эти вообще посмотри какие царские ложки офигенные, да? это турецкие чашки для чая ряда для танцев если вы хотите удивить своего мужчину то и даже такое если вы хотите это пожелать будем конфеты вот эти мыла они не самые натуральные они стоят значительно дешевле конечно чем натурального всего 58 лет кстати там а там они сколько а 50 там получше было здесь дороже это не самый натуральный даже есть магазин по домашней одежды зина я так понимаю или на и домашняя одежда мы идем на выход в рынок мы весь прошли я говорила он не очень большой товар у всех лавках похож друг на друга но если вы первый раз турции никогда такого не видели вам будет интересно ну чисто прогуляться посмотреть особенно если вы первый раз в турции туда взгляд радует чисто визуальное удовольствие если вы хотите бесплатно что-то попробовать вас угостят почти в каждой лавке особенно если вы будете понаглее не как скромничать но рынок небольшой я конечно того как побывал здесь представляла что он будет значительно больше но оказалось что он не так велик как его расписывает интернет но в общем оставляет весьма положительные впечатления так что советуем прогуляться сходить обязательно этот рынок может быть вы найдете для себя что-то очень интересное